25 том книги «Открытым оком», вопрос номер 3703, тема «Община». «Слышали, что вашу усадьбу, где молитесь, хотят сносить. Что делаете для того, чтобы не допустить этого?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Сказала нам о том, что этот район будут отдавать под новостройку соседка на нашей улице, дом 14, Третьякова Людмила Павловна. Она ко мне на дом приходила 12 января 2008 года и показала документы на то и снимки башни, которую тут хотят строить для развлекательного центра. Узнал об этой беде за неделю раньше и попросил всех молиться. И в среду уже звонит из городской администрации Вялков ЮН, работник администрации по связям с общественностью, и говорит, что в четверг назначена встреча религиозных деятелей с главой администрации города Барнаула. «Я весьма поделился тому, что Бог так быстро ответил на наши молитвы. Юрий Николаевич так и говорит мне, услышал Бог наши молитвы, вы же хотели с Колгановым встретиться. Об этом вы говорили в последнюю нашу встречу». «И сколько я не отпирался, что ничего не говорил ему, он так и остался при мысли, что это по молитвам нашим и что я этой встрече сильно желал. Надо быть слепым, чтобы не видеть, что Господь Бог уже отвечать начал на молитвы народа своего». «Во время встречи мне пришлось выйти с четырьмя книгами своими к Владимиру Николаевичу, подарить их ему и высказать свою тревогу. Он пообещал разобраться и о том мы сейчас молимся все усердно». Кавычки открываются. Главе города Барнаула Колганову Виктору Николаевичу от Старосты Православной Крестозеринской общины города Барнаула Лапкина Игнатия Тихоновича. Адрес город Барнаул, улица Ползунова, 6, телефон 34 38 46 62 81 37 и сотвой 8 961 230 70 60. Прошение, мольба. Книга Прич Соломоновых, 3 глава, 28 стих. «Не говори другу твоему «пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе». Притча 27 1. «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». Дорогой Владимир Николаевич, поспешите к нам на помощь, ибо только Бог ведает, будет ли у вас такая возможность сделать то, что сегодня еще возможно при обладании властью. «Спешите делать добро, пока есть день. Есть слух, что наши дома намерены сносить. Нас абсолютно невозможно трогать на территории в 13 соток на улице Ползунова, 6, 6А. Здесь я живу. Мне это досталось многой кровью. Здесь находится наша православная церковь. Если бы мы были богатые, то с 1997 года мы бы здесь по личному совету Баварина тогдашнего мэра города Барнаула, навещавшего меня, не единожды построили часовню или храм размером с Никольский или Покровский собор. Тогда бы нас не трогали никогда. Ради памяти Баварина и многих моих трудов и страданий, через которые это место мне досталось и служит не одному мне. Просим во имя Христа оставить нас в покое и никогда не трогать. Просим дать нам официально бумагу, что наши тревоги позади, и мы можем спокойно жить, трудиться и благодарить Бога. Наша община находится по адресу город Барнаул, улица Ползунова, 6, более 10 лет. Со дня получения этого дома в 1997 году в собственность Лапкиным Игнатием Тихоновичем от Баварина в счет уплаты за бывшую конфискацию у Лапкина в 1986 году по решению суда и согласно мирового соглашения между Лапкиным и городской администрацией. Здесь совершаются наши богослужения и собрания торжества и прием гостей. Здесь же находятся склады детского православного лагеря Стана, и здесь же идет сбор детей. История двух домиков на улице Ползунова, 6 и 6А, такова. 11 лет пришлось судиться за конфискованные у меня магнитные записи. В исполнении решения суда мне были отданы эти два домика. Я спросил, не будут ли здесь сносить старые дома. На что в кабинете Петрова ЮМ главы железнодорожной администрации Слуцкий подтвердил, что минимум 50 лет о том не может быть и речи. Это же сказал и Баварин, который лично передавал мне эти два домика на Ползунова 6 и 6А. 5 тюрем и лагерь смерти. Вот во что обошлось мне это жилище. Вот как тогда писали в Алтайской правде. Кавычки открыты. Реабилитировали меня 4 января 1992 года. В связи с уголовным наказанием было изъято имущество. 1,02 стоимости которого по решению суда возместили 9 февраля 1996 года. На эту сумму 2 миллиона 400 тысяч рублей были куплены книги Новые Заветы. Книги мы передали в СИЗО Барнаула. Постановления о конфискации религиозных исторических записей самой крупной в мире духовной фонотеки утверждались администрациями Барнаула и Железнодорожного района. Они были назначены ответчиками. Однако денег у администрации не было. Тем временем общий иск с учетом инфляции составил 11 миллиардов рублей. 15 октября этого года я предложил рассчитаться со мной недвижимостью, поскольку наша православная крестоводвиженская община не имеет помещений для богослужений. Предложение было принято, но опять затормозилось на стадии исполнения. На последнем этапе своевременную и неоценимую помощь оказали мэр Барнаула Баварин и его советник Овчинников, председатель комитета по управлению имуществом администрации города Слуцкий, глава администрации Железнодорожного района Петров, прокурор края Пороскун. 21 октября этого года Баварин, Слуцкий, Овчинников выехали к дому номер 6 на улице Ползунова, бывшее здание Освода. И здесь на месте мэр засвидетельствовал передачу мне этого здания в частную собственность. Надежда не постыжает. Соломон 3000 лет назад подтвердил, когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примеряет с ним. Книга Придж Соломонов, 16 глава, 7 стих. Мы искренне и горячо молились, и Бог ответил нам. Мы и спрашивали у Господа Иисуса Христа благословения на страну и правителей. Наш комментарий. Так счастливо при полном взаимопонимании закончилась история, в свое время окруженная многими сомнениями и недоговоренностями. Постановление администрации Барнаула о передаче здания подписано и вручено Игнатию Лапкину. Нам остается пожелать православное и крестодвижнское общение, счастья в новом доме. Кавычки закрыты. На снимке. Владимир Баварин и Игнатий Лапкин в момент передачи дома. Фото Александра Волобуева. Алтайская правда. 10 декабря 1997 года. Письмо мэра администрации города Барнаула 27 ноября 1997 года номер 817. Уважаемый Игнатий Тихонович, с большим интересом ознакомился с материалами, которые вы мне предоставили. В очередной раз прихожу к мысли, что заочное знакомство с человеком и его деятельностью не всегда отражает реальную картину происходящего. Ваша просветительская деятельность, ваш безвозмездный труд по воспитанию у молодого поколения чувств патриотизма, любви к родине и ближним, ваши беседы и проповеди пред людьми, совершившими проступки и преступления, достойны уважения. Я сожалею, что решение вашего вопроса затянулось на многие годы, но в то же время искренне рад, что крестоводвиженская община, которую вы возглавляете, теперь будет иметь место постоянных встреч и молитв. Желаю вам на этом нелегком жизненном пути гордо нести свой крест и иметь последователей верных Слову Божию. С уважением, глава городского самоуправления Баварин. Просьбу помочь нам в этом вопросе, чтобы нас заверили, что никогда не будут пугать с носом. Владимир Николаевич Колганов принял перед всеми религиозными деятелями города Барнаула 10 января 2008 года. И как будто эту территорию хотят забрать для какого-то греховного развлекательного центра. Здесь у меня жилая площадь в 220 квадратных метров. Только и взахаешься. Да умели это эти вершители судеб безгласного народа. Наша община ведет большую просветительскую работу, работу по воспитанию детей, дела благотворительности. Мы надеемся на милость Божию и на благоразумие руководства города. Не трогать нас, не убивать нашу работу, не уничтожать, дело по спасению душ. Помилуйте и пощадите. Старство крестовидженской общины Лапкин Игнатий Тихонович. 10 января 2008 года. По скрипту. Меня судили беззаконные судьи за слово Божие и распространение его в 1986 году в Алтайском краевом суде, лишив защитника и последнего слова. Суд проходил в здании, где ныне находится музей искусства, истории и культуры, на улице Льва Толстого. А наш храм по улице Ползунова 6 находится как раз напротив бывшего здания краевого суда на соседней улице. И я в окно все время вижу одну из ступеней моей биографии, взирая на арочные окна бывшей церкви-суда-музея. Могу с уверенностью сказать, что вряд ли еще где есть в России такое место, ставшее храмом, которое передал в личное пользование мэр города бывшему зэку-каторжнику за его страдания. Эту уникальность посягатели на это место совершенно не учитывают. Идет дикая распродажа земли. На этом наживаются беззаконники. Посадили мэра города Томска Макарова за подобные же сделки. И сколько еще разных подобных непосаженных пока лютующих у разоренного корыта страны. Кто не хочет добровольно уйти, текст сжигают иногда и вместе с людьми. Мой дом на улице Никитина, 147, на который претендовала не одна организация, уже сожжен в ночь на 24 декабря 2004 года. За стенкой моей квартиры сгорела женщина, а оставшийся сын Головина Леша Фезеушник живет уже несколько лет в гараже. Выпущенный в 2007 году альбом «Барнаул» из фотографии в 184 странице был подарен каждому из участников встречи с мэром города Барнаула, Калгановым, Виктором Николаевичем, Владимиром Николаевичем, 10 января 2008 года, в котором, в частности, на странице первого писателя Родионов пишет, Но рядом с высокими соседствуют одноэтажные деревянные старики начала минувшего века. И этот контраст архитектурный придает Барнаулу особую привлекательность. Но он же является отражением тоски по гармонии. На старых улицах дом и его окрестность соразмерны человеку. Мы украсили дом на улице Ползунова 6 деревянными разными наличниками, которые изготовили члены нашей общины. Глухонемой изготовил член нашей общины. Глухонемой ранее никому не нужный. Под храмом мы подготовили более 10 мест для хранения картофеля тем, кто не имеет такой возможности в своих квартирах. Мы здесь устроили 5 складов для своих нужд и для лагеря Стана. Здесь и храним продукцию газетную, которой снабжаем местную тюрьму вот уже 16 лет. И неужели удовлетворению безразмерной, безбожной жадности и прихоти бездельников отдадут больше предпочтения, чем законопослушным гражданам православным, которые делают все, чтобы всем было хорошо и спасительно для души. Это все равно, что отдать предпочтение сатане вместо любящего Иисуса Христа, который будет судить этот грешный мир. Просим не трогать нас. На место уничтоженного дома Ипатьевых, где было расстреляно царское семейство со слугами, ныне построен храм. Мы здесь на берегу, как уазис среди моря мерзости, океана беззакония. Приезжайте к нам и посмотрите, чтобы убедиться, что если идет точечная застройка среди старых домов, то мы нужны как точечная, обеззараживающая вакцина против гангрены, всеобщей вседозволенности, пьянства, наркомании и блуда. Сохраните нас здесь, не троньте нас. Просим ради Христа. У меня здесь есть голубятня, а голуби являются элементом воспитания в детях доброты и нежности. Нам никогда и ничем не смогут восполнить похищенное у нас. Эквивалент этому месту и постройкам, домам никто нам не будет строить. Мы же русские не за границей живем. Меня государство выжигало уже несколько раз. Дайте же мне спокойно дожить благодаря Бога и передать другим свое законное наследие. Игнатий Лапкин. Книга-притч Соломоновых, 24 глава, 11-12 стихи. «Спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого? А испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душой твоей узнает это и воздаст человеку по делам его». Пришел ответ. Кавычки открыты. Администрация Центрального района города Барнаула. Индекс 656-056, город Барнаул, улица Никитина, 60, телефон 63-10-57, факс 63-05-77, 22 января 2008 года, номер 44-К. Игнатий Тихоновичу Лапкину, улица Паузунова, 6, город Барнаул. Уважаемый Игнатий Тихонович, по данным Комитета по архитектуре и развитию города, никаких заявлений от физических и юридических лиц о застройке данного участка не поступало. Учитывая изложенные действия, связанные с предполагаемой застройкой, осуществляются в частном порядке. Заместитель главы администрации В.Е. Подзоров, Трунов, О.Б. 63-27-57, 22 января 2008 года. «Богу угрожал Израилю наказать их за поклонение идолам». Диания, 7 глава, 43 стих. «Вы приняли Скинию Молохову и звезду Бога вашего Рамфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. Я переселю вас далее, Вавилона». Книга пророка Иеремии, 51 глава, 51 стих. «Стыдно нам было, когда мы слышали ругательство. Бесчестие покрывало лица наши, когда чужеземцы пришли в освятилище Дома Господня». Плач Иеремии, 5 глава, 2 по 5 стих. «Наследие наше перешло к чужим, Домы наши к иноплеменным. Мы сделались сиротами без отца, Матери наши как вдовы. Воду свою пьем за серебро, Дрова наши достаются нам за деньги. Нас погоняют в шею, мы работаем и не имеем отдыха». Волшебным пламенем вдруг вспыхнул старца Лик, и, выпрямив свой стан порывистым движением, «Ты правды хочешь, царь, так слушай же ее. Раздайся, слово, вещие мое. Кипи, душа, и прочь, пощада, внемли, Ахав, моим карающим словам. Я вижу, мой народ, рассеянное стадо без пастрия идет по долам и горам. И град его сечет, и буря злая гонит, и жжет полдневный жар, и душит зверь степной. Ахав, ты слышишь ли, как он вопит и стонет? Взгляни, нога твоя в слезах невинных тонет, И залит пышный трон кровавую волной. Я вижу край родной, пустынею унылой, Лежит вокруг меня влача с последней силой, Неволи и нужды позорный страшный гнет. У алтаря ханжа, у трона листец ютится, Куском засохшим истина таится, А ложь цветущим тополем растет. Ты правды хочешь, царь? Не здесь. Валовых жрецов не здесь ее найти. В степях, в ущельях гор, Под кровом, голодной сиротой, Вдовицу и бездомной, Бредет она одна без цели и пути. В развалинах немых Свой гнев и стыд скрывая, С седой и непокорной головой, С умою нищенской, Во вретище босая, Сидит она и плачет над тобой. Ты хочешь правды, царь? Отверзлась предо мною, Немая глубь небес, и Господа я зрел. В дыму и пламени на троне Он сидел, В сиянии и во мгле крылатую толпою. Теснились воинства, И властный чудный глаз я слышал. Он взывал, Кого послать из вас на гибель и позор Ахаву? И раздался глаз духа лжи в ответ, Меня, Господь, пошли. Меня в уста Его пророков Ты всели, Чтоб их советом Он внимал. Ликуй же с ними, царь, Недаром их собрал, У трона своего Ты дружную толпою. Меня Ты отпусти, Мой долг исполнен мною, Ты правды захотел и правду услыхал. Фрук Субтитры создавал DimaTorzok